Загрязнение атмосферы и той атмосфере, в которой они проживают. Результаты наших анализов показывают, что в 2020 году загрязнение воздуха и приземный озон все еще будут причиной порядка 300 тысяч преждевременных смертей в Европе. Загрязнение атмосферы может принимать различные формы в зависимости от местоположения. Проблема окисления широко распространена на севере Европы, в то время как явление озона превалирует на юге. Эутрификация, свежая вода и лесная почва в связи с эмиссией аммиака и оксидом азота является распространенной системой. Так же, как и присутствие частиц в воздухе. Они негативно влияют на здоровье людей и представляют серьезную проблему в густонаселенных городах и регионах Европы. Исходя из этих заключений, Еврокомиссия разработала новую стратегию, цель которой заключается в дальнейшем сокращении негативного влияния загрязненного воздуха на здоровье и окружающую среду в период между настоящим моментом и 2020 годом. Борьба с негативными последствиями, которые, как известно, вызывают атмосферные частицы, является ядром новой стратегии. Городок Данкёрк, расположенный в Паде-Кале во Франции, является четвертым регионом страны по экономике. Здесь, в связи с интенсивным движением машин и индустриальной активностью, местное население численностью в 210 тысяч человек подвергается опасности загрязнения атмосферы. Количество загрязненных объектов в этом регионе представляет собой более 13% всех изученных мест во Франции. С 2003 года регион Паде-Кале сотрудничает с юго-востоком Великобритании в использовании исследовательской программы, финансируемой Европейской комиссией. Цель которой – нахождение частиц, опасных для нашего здоровья. Благодаря поддержке промышленников, а также разных европейских и национальных чиновников, нам удалось сократить количество больших частиц. Поэтому сейчас они не являются весомой проблемой для здоровья людей. Однако из-за их размеров и своего строения маленькие частицы могут достигать клеток нашей дыхательной системы, где смешиваются с кровью и легко перемещаются по телу. Чтобы определить частицы, сначала их собирают специальные фильтры для пыли, расположенные на стратегических пунктах. Вдоль основных дорог для выхлопных газов, производимых машинами, в особенности с дизельными двигателями, и вдоль берега, где размещены промышленные предприятия и портовые зоны. Размеры основных частиц составляют менее 2,5 миллионной части метра. Некоторые изначально расположены в атмосфере. Например, микрорадикалы, произведенные в результате сгорания и некоторых других промышленных процессов. Остальные частицы образуются в атмосфере благодаря физической или химической реакциям между газообразными загрязняющими веществами и состоят из сульфатов, тяжелых металлов или углеводов. Лохаль Шлим, ученый-исследователь по совместительству, являющийся высококлассным спортсменом. На протяжении некоторого времени он, принимая физическое участие в тестах, проводимых доктором Тьюнингом. Во время короткого и интенсивного процесса гипервентиляции на беговой дорожке токсины находились в легких бегуна и поглощались по мере того, как он выдыхал в маску, наполненную частицами. Определяя уровень и строение токсичных частиц в легких, взаимосвязь может быть установлена пропорционально уровню интоксикации населения Данкерка. Эксперимент уже подтвердил определенные опасения угрозы здоровью. Что касается нашей дыхательной системы, за последние 20 лет мы обнаружили значительный скачок в количестве людей с астматическими патологиями, что является раздражением бронхов. Также наблюдается прирост в количестве аллергиков и даже полиаллергических пациентов. Эти дыхательные проблемы касаются всего населения, однако дети в связи с их метаболизмом, небольшим размером и чрезмерной активностью на улице, особенно уязвимы. Помимо прочего, исследование ставит свои задачи наблюдения за частицами на уровне клеток. На этой картинке мы можем увидеть уровни загрязнителей. Здесь мы наблюдаем те же загрязнители, расположенные глубоко в легких, на конечностях бронхов. И теперь мы можем увидеть, что самые главные частицы, размером меньше одной миллионной части метра, могут проникнуть в клетки и пройти сквозь защитные слои легочной альвеолы. Это серьезный случай, так как привычное состояние клеток легкого изменено. Когда наша дыхательная система подвергается опасности разъедающими химическими веществами и окислителями, то она вместе с клетками может понести повреждения. С этого момента могут развиваться определенные патологии, в том числе раковые. Подобным образом, вдыхание загрязнителей может сказаться непосредственно на кардиоваскулярной системе и стать причиной смерти у людей с определенными случаями хронических заболеваний. Судя по статистическим показателям, на данный момент в Европе происходит снижение продолжительности жизни примерно на 9 месяцев из-за наличия в атмосфере опасных частиц. Это является одним из тревожных заключений, к которому пришли эксперты всех стран, работающих с 2001 года в европейских комиссиях в программе «Чистый воздух для Европы». Она позволяет исследователям накапливать огромные знания о явлениях, связанных с атмосферным загрязнением, и которые составляют научную основу новой европейской стратегии. Теперь все подкреплено более весомой научной основой. Сейчас мы можем быстрее распознавать источники загрязнения с гораздо лучшим пониманием того, как эти загрязнения расположены и как они перемещаются по Европе через атмосферу. Поэтому я ожидаю, что те меры, которые будут предприняты, следуя основной стратегии, окажутся более точными и эффективными в работе по сокращению загрязнения, и что все население будет задействовано в эти работы. Новая европейская стратегия представляет собой основу действий, которые положительно скажутся на каждом жителе Европы. Предложенный план внесет коррективы в определенных задачах, в сферах здоровья и окружающей среды, цель которых — улучшение ситуации в 2020 году по сравнению с 2000-м. Среди этих целей снижение на 50% случаев преждевременной смерти вследствие воздействия частиц, и на 10% случаев смерти вследствие воздействия озона, а также значительное снижение отложений кислотных дождей и веществ, которые являются причиной эутрофикации лесов и озер, и в целом усиление защиты европейской экосистемы и биоразнообразия. Прибыль, получаемая человеческим здоровьем из этой стратегии, направленной на борьбу с загрязнением, превысит затраты на нее более чем в 4 раза. Субтитры создавал DimaTorzok